всем привет дорогие подписчики сегодняшнее видео будет посвящено вакуумной системе сан йонга данном случае я покажу на примере своего сан йонг мусо 2 и 3 турбодизель 2 и 9 турбодизель и все они в принципе принцип то один и тот же и наглядно на своем автомобиле покажу вам как куда что идет то есть то что знаю я расскажу покажу все шланги и что за что отвечает то есть что знает вы расскажу но перед этим прошу вас подписаться на мой канал в дзен там в скором будущем будет розыгрыш нового аккумулятора так что думаю сложно вам сложно вам это не будет и возможно вы станете обладателем этого акб ну а мы идем дальше значит начинаем о вакуумной системе с чего она начинается ребята вакуумная система начинается на сан йонги ну и как и на всех наверное автомобилях вот стоит вакуумный насос вакуумный насос от него у нас идет вот такой толстый шланг идет 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 у него стоит тройничок и этот шланг идет и приходит у нас на усилитель тормозов это первый момент то есть это основная магистраль дальше идем все просто да нельзя отсюда от тройника у нас вся эта система расходится еще на тройничок и давайте по нему пробежимся значит первое куда он уходит сейчас я покажу вам вот из этого тройника пошел шланг шланг идет идет хопа входит у нас под торпеда и подходит он к замку зажигание у нас глушилка вакуумная то есть глушится за счет вакуума обратно оттуда выходит шланг идет на клапан клапан и уходит на правильно в тнвд на глушилку на глушилку все правильно так с этим разобрались то есть этого тройника у нас идет шланг на замок зажигания выходит на клапан и на глушилку на тнвд то есть если сейчас этот шланг снять машина по идее не заведется давайте проект проведем эксперимент сейчас я ее заведу раз я ее заведу и посмотрим посмотрим что из этого выйдет выключаем зажигание вот я выключил ключ снял видим а ребята блин у меня а вода у меня турботаймер стоит я нажал щелкнула но не заглох идем одеваем обратно все все поняли да это у нас глушилка это у нас глушилка двигателя хорошо с этим мы разобрались идем дальше у меня просто турботаймер стоит поэтому не заглох дальше идем с этого же тройника так у нас трубка уходит вот туда вот на тот зеленый датчик вот с этого тройника прямо вот вниз она идет желтая раз и с датчика с датчика с этого же зеленого идет вот сюда на насос задней части объясняю что это вот там датчик температуры точнее датчик принцип которого работает на холодную то есть мы заводим у нас подымаются обороты двигателя он прогревается прогревочный и как только прогрелся вот разрежение дает дает на рейку добавляет топлива проще говоря подсос как на жигулях раньше был подсос здесь только вакуумный за счет вакуума он чуть добавляет топлива и у нас соответственно вроде как добавляет топлива как я помню топлива топлива так или зажигание меня нанесу не топлива скорее всего не помню уже ладно врать не буду но теперь поняли куда должен идти шланг то есть с этого тройника у нас выходит на этот тройник и с него идет не снизу идет на датчик холостого хода так скажем прогревочный на холодную ладно так с этим мы разобрались к тройнику один с главного с нижней уходит на температуру холостых оборотов этот у нас идет на замок зажигания так вот теперь смотрим куда идет 3 вот этот да это замок зажигания это подает замок зажигания вниз холостые куда уходит этот так этот у нас уходит ребята тут вариантов будет 22 и он скорее всего идет на хабы идет на хабы на вакуум на хабы вакуумные стоят но в данном случае у меня отключена механика и он там скорее всего заглушен заглушен значит что еще что еще что еще тут могло быть значит из вакуума у нас остается хабы так с турбины хабы потом клапан егр но так как он у меня заглушен к нему ничего не подходит и корректор по надува у нас тут он как бы замкнут сам себя регулирует правильное делает значит все у нас только вариант еще был на вакуум ой на клапан егр и на вакуумные хабы все вот вся вся вакуумная система значит я вот просто сейчас смотрю на клапан егр где он не мог шланг где он не мог шланг заныкан быть так заныкан быть вот это у нас нейрофильтр стоит здесь вот это фильтрик скорее всего значит этот пошел на хабы там наверняка где-то стоит где-то должен тут стоять клапан который вот шланг идет спирис что-то у него какая-то да и там она на мосту должен значит быть быть управлять ими так что в принципе система на и простейшая если парни кто-то что-то не понимает вы напишите конкретно я конкретно сниму ролик но вроде все рассказал все заглушка холостые обороты на холодную регулировка глушилка два шланга все с одного тройника у нас тут вообще по большому счету ничего нету ничего нету как сказать тупой как валенок но в этом все его ребята и превосходство этого автомобиля так что надеюсь про вакуум я все рассказал что видел что смог что знал пишите свое мнение свои комментарии также подписываемся не забываем на мой дзен канал будет там скоро розыгрыш переходите не стесняйтесь вот ссылку сейчас оставлю здесь внизу канал называется сверх интересные факты и по этой ссылке залетаете прямо в дзен и подписывайтесь там также выходит видео тоже много чего интересного так что так ребята все до новых встреч и всем пока